МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Правила нашей игры просты. Просто подумай, грамотно напиши и правильно произнеси. И сегодня в нашей студии две команды. Команда школы номер 22 и команда 102-го лицея. Аплодисменты нашим участникам. В течение нашей программы команды будут выполнять задания и получать баллы за правильные ответы. А члены жюри будут оценивать ответы участников команд. И спешу представить членов жюри сегодня в нашей студии. Кандидат филологических наук, директор Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Наталья Анатольевна Архипенко. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Заведующий кафедрой русского языка Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Андрей Феликсович Пантелеев. Здравствуйте, Андрей Феликсович. И председатель жюри, кандидат филологических наук, член экспертного совета тотального диктанта, преподаватель Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Ну что ж, друзья, пришло время познакомиться с участниками команд. Команда школы номер 22, расскажите о себе. Здравствуйте, меня зовут Дриппин Анастасия, я ученица восьмого класса. В свободное от учебы время я люблю читать и рисовать. Аплодисменты, Анастасия. Здравствуйте, меня зовут Дарья Иршова, я ученица восьмого класса школы номер 22. В качестве хобби я предпочитаю пение и рисование. Дополнительно занимаюсь немецким языком. Аплодисменты. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Савули, я ученица восьмого класса школы номер 22. В свободное время люблю читать, проводить время с семьей и занимаюсь танцами и пением. Аплодисменты. Познакомимся с участниками команды лицея номер 102. Здравствуйте, меня зовут Гущенко Анастасия, я ученица восьмого класса лицея номер 102. В будущем я хочу стать судьей, так как хочу, чтобы справедливость восторжествовала. В нашем городе летом проводился чемпионат мира, и на улицах я встречала много иностранцев, и это событие меня вдохновило для изучения испанского языка. Аплодисменты. Здравствуйте, я Зименухин Антон, учусь в 102 лицея в восьмом классе. Усердно учусь в школе, а в свободное время вечером хожу на тренировки. Но иногда это заканчивается спортивными травмами, но в будущем я хочу стать известным спортсменом. Аплодисменты вам. Здравствуйте, меня зовут Жичемукова Анафисет, я ученица 102 лицея восьмого класса. И в свободное от учебы время я увлекаюсь кулинарией, так как моим родителям некогда готовить, а не врачи. И также я, как и они, хочу пойти в медицинский вуз и, ну, стать врачом. Аплодисменты Анафисет. В тяжелом учении, но не в нашей родной 22-й. Аплодисменты. Играть в грамотейку пришла детвора, а учат всему нас в лицее 102. Любовь к языку не пройдет никогда, готовы уж у нас теперь и всегда. Аплодисменты. Вот мы и познакомились, и пришло время приступить к игре. Третьего марта 1899 года родился русский и советский писатель, прозаик, драматург и сатирик Юрий Карлович Олеша. В этом году 120 лет со дня рождения писателя, поэтому все наши сегодняшние задания будут посвящены произведениям Юрия Олеши. Первый конкурс называется «Хитрая буква». Участникам необходимо вспомнить правила русского языка, которые помогут выбрать правильную букву в слове. Каждой команде дается по 10 слов. Правильно написанная буква принесет вам 0,1 балла. Максимально в этом конкурсе, не допустив ни одной ошибки, можно заработать 1 балл слова. Перед вами, друзья, время пошло. Одна минута на размышления. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова 30 секунд осталось. Ну что ж, друзья, время истекло аплодисменты участникам команд. Пришло время узнать результаты команды школы номер 22. Какие слова были у вас? Пропущенная удвоенная «Н» в слове «обыкновеннейший». Пропущена буква «И» в слове «извините», так как проверочное слово «вина». Пропущена буква «Я» в слове «тяжелый», так как проверочное слово «тяжесть». В слове «Мостовая» пропущена первая буква «О». В слове «Рассыпался» удвоенная «С». В слове «Сновидение» пропущена буква «О». В слове «Металлический» пропущена удвоенная «Л». В слове «Полисадник» пропущена буква «О». И в слове «ослепительный» пропущена буква «Е», проверочное слово слепит. И в слове «черный» пропущена буква «Ё». Аплодисменты вам. Пожалуйста, эксперты, прокомментируйте. Если можно, вот вернуться к слову «извините». Вы сказали, что слово «вина» проверочное, но слово «вина» — это слово родственное. А вот если прям совсем точным и быть, то проверочное слово должно содержать гласный под ударением. Можете придумать такое слово? Ну, слово «невинный», например, чтобы быть совсем точным. И давайте еще к слову «полисадник» с вами обратимся. Вы, конечно, вставили букву «О», предполагая, что это греческий корень, наверное, поле много. Но на самом деле это слово относится к так называемым словарным. Это что за слова? Помните вы? Это слова, на которых нет проверочных слов. Да, их нужно уточнять. Где написание этих слов? В словарях. Да, в словарях. Так вот в этом слове пишется буква «А», да, «полисадник». Вот его нужно запомнить, и это как раз то знание, которое вы из сегодняшней программы вынесете. Спасибо. В ресторанной удвоенное «Н», так как основа на ресторан, говорит проявочное слово «Говор», подружился приставка «По», пассажир удвоенное «С» — это словарное слово, золотым проявочное слово «Золото», секрет, буква «Е» пропущена, параллельный удвоенное «Н», «Воскликнул» — буква «О» пропущенная, «Велосипед» — буква «О» и «Прожорливый» — тоже буква «О». Аплодисменты вам. Пожалуйста, эксперты прокомментируйте. Все слова правильные буквы получили, так с этим мы вас можем сразу поздравить, да. Ну и по традиции, если можно, уточняющий вопрос, да, вот в слове «Воскликнул», да, вы совершенно правильно вставили букву «О», а можете объяснить, почему? То есть можно проверить ударением. Это однокоренные слова. А в этом слове «Вос» — это корень разве? Нет. Нет, это приставка, да, и подобрав слово «Воскликнул», вы просто показали, что эта приставка пишется всегда с какой буквой? «О». Всегда с буквой «О», да, то есть это приставки с неизменным написанием, в которых всегда пишется одинаковая буква. Хорошо, спасибо, спасибо большое. Спасибо, аплодисменты вам. Ну что ж, подведем итог этого конкурса. Подводим итог. Итак, команда школы номер 22 получает 0,9 балла, поскольку была одна ошибка. И команда лицея номер 102 получает 1 балл. Замечательно. Аплодируем участникам команд и переходим ко второму конкурсу. Второй конкурс называется «Посчитаем». И, пожалуй, это один из самых сложных конкурсов в нашей программе. Вам дается фрагмент из произведения Юрия Олеши, фрагмент дается с числовой записью. Вам необходимо записать числительное в правильной падежной форме. Правильный ответ принесет вашей команде 1 балл. Ну что ж, друзья, задание перед вами. Время пошло на размышления 1 минута. Очень интересно происходит обсуждение, споры. Осталось 20 секунд. 5 секунд. Время истекло. Аплодисменты участникам команд. Команда школы номер 22. Пожалуйста, полностью прочтите нам предложение. Каждая книга была им прочтена с превеликой внимательностью, ибо на каждой странице этих 5386 книг имелись пометки, сделанные его рукой. Аплодисменты. А теперь мы слушаем наших экспертов. Спасибо, юные коллеги. Вы, в принципе, неплохо справились с этим заданием, потому что числительное – это то, что вызывает всегда трудности у говорящего и смеху слушающего. Так что вы молодцы, я вас поздравляю, но все-таки у вас была парочка, как я услышал, ошибок. Числительное выступает в форме родительного падежа, согласуется в этом родительном падеже с существительным книг. Числительное, количественное, соответственно, склоняется к каждой части этого составного числительного. Соответственно, пяти, дальше тысяч, трехсот восьмидесяти шести. То есть в двух частях этого составного числительного вы допустили ошибки. Ничего страшного, самое главное, вы сейчас все запомнили, и уже больше не будет у вас с этим проблем. Дадим возможность команде как-то реабилитироваться, да, и попросим вас это числительное поставить в дательный падеж. Справитесь? Ну, буквально три секунды на совещание. Очень интересно, я сама сейчас думаю об этом. Пяти тысячам, трехстам, восьмидесяти шестью. Шести. Давайте еще раз. Кому чему? Пяти тысячам, дальше, трём стам, да, восьмидесяти шести. Прекрасно. Молодцы. Все, аплодисменты. И, пожалуйста, 102-й лицей. Я очень много выпил в этот день. Была получка в Управлении по охране авторских прав. Я получил больше одной тысячи восемисот семидесяти трех рублей и мог поэтому гулять сколько мне было угодно. Что скажут наши эксперты? Мы в восхищении. Молодой человек, вы умница, как и вся ваша команда. Мы вас от души поздравляем. Ну и все же, а теперь давайте дательный падеж. Написать одной тысяче восьмиста. 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 Отбежи. Семидесяти. Восьмиста. Действительно, числительные. Семидесяти трех. Мы готовы. Давайте. Одной тысяче восьмистам семидесяти трём. Рубля. Рубля. Итак, подводим итог конкурса. Посчитаем. Школа номер 22 получает полбала, поскольку две ошибки было допущено. Да, аплодисменты. И лицей номер 102, команда лицея, получает один балл, поскольку все было верно. Аплодисменты. Третий конкурс называется «Кто я?». В этом конкурсе вам нужно дать объяснение словам. Задача усложняется тем, что с этими словами вы редко сталкиваетесь. Это агнонимы. Лексическая или фразеологическая единица языка, которая неизвестна, непонятна или малопонятна одному или многим носителям. Как правило, к агнонимам относятся диалектные слова, термины или устаревшие слова. Каждой команде даётся по четыре слова. За каждый правильный ответ команда получает 0,5 балла. Если команда не справляется с заданием, вы можете взять подсказку. Если вы и с подсказкой не справляетесь с этим заданием, то у второй команды есть возможность заработать дополнительные баллы. Задание перед вами. Берём пока первое слово и 20 секунд на размышление. Время пошло. Осталось 5 секунд. Время стекло. Аплодисменты. Школа номер 22. Какое слово было у вас? У нас первое слово было «клозет». И, если честно, я ни малейшего понятия, что это. Берёте подсказку. Да. Он поёт по утрам в клозете. А, это музыкальный инструмент. В. А, в. Очень интересно. По утрам. Где люди обычно поют по утрам? Вы шевчите в машине? Либо в душ, либо зачастую в церквях пели по утрам. Первый вариант, на самом деле, очень близкий, почти правильный. Уборная. Уборная. Туалет, ванная. Собственно. Принимаем. Это и есть клозет, да. Думаю, приятно. Да, да. Примем. Аплодисменты вам. Стоп, второй лицей. Какое слово было у вас? Трест. Как вы думаете, что это? Нам кажется, туалет. Но мы не увидим. Какие у вас есть еще варианты? Нет вариантов. Нет вариантов. Подсказка. Он директор Треста. Однажды утром, имея под мышкой портфель, гражданин очень солидного явно государственного облика возошел по незнакомой лестнице среди плейлистей черного хода и постучал в первую попавшуюся дверь. Антон, вы давайте, как капитан команды, озвучите нам какую-нибудь версию. Директор банка. Так, банка. Близко. Очень близко. Очень близко. Компании. Предлагаем мы принять вариант компания. Дело в том, что слово Трест – это слово устаревшее, причем оно относится к разряду слов, которые называются архаизмом. То есть, когда исчезает явление какое-то, и, естественно, не совсем нужным становится слово. Оно сохраняется в пассивном языковом запасе, но уже мало носителями употребляется, поэтому вам оно не знакомо. Собственно, Трест – это содружество нескольких компаний, когда они объединяются в одно большое предприятие. Ну что ж, друзья, берем второе слово. 20 секунд на размышления. Время пошло. Пять секунд. Время стекло. Теперь слушаем, пожалуйста, команда 102-го лицея. Какое слово было у вас? Примус. Примус. Возможно, это приспособление для приготовления пищи. Да, молодцы. Да? Вот так вот легко и просто. Молодцы. Прикрепление, нагревание, да. Есть нюанс. Работает на жидком топливе, да? Обычно на керосине. Молодцы. Молодцы. Пожалуйста. У нас тут была фурия, и нам кажется, это... Можно отнести даже к мифологии. Это произошло оттуда, что это существо, которое очень быстро передвигается. Иногда даже это употребляют в литературе. Например, она металась, как фурия. Нам кажется, это такой ответ. Не точно. А попробуйте уточнить... А попробуйте, пожалуйста, уточнить, воспринимая это не как наименование, а как существительное нарицательное. Вот кого? Что так называли именно женщин? Пример у вас каких? Каких? Да, правильно. Которые вели себя... Каким образом? Покажите. Покажите. Ну, покажите, не могу, иначе я сейчас по идее разгромлю. Вот, правильно. То есть каких? Которые начинали все громить, крушить, то есть вести себя не очень адекватно. Да, может быть, злобно, агрессивно, да. Состояние в гневе, может. Ну, замечательно, прекрасно, да. Замечательно. Аплодисменты вам. Переходим к третьему слову. Пожалуйста, слова перед вами. Время пошло 20 секунд на размышления. Осталось 10 секунд. Пять секунд. Готовы. Аплодисменты. Ну что ж, друзья, давайте, какое слово было у вас? У нас было слово «в попыхах», и мы так думаем, что это быстро. В торопях. Слово «исподволь», и мы думаем, что это против воли кого-либо. Не совсем верно. Давайте подсказку, наверное, возьмем. Ссора в кафе завязалась «исподваль». Сперва ничто не предвещало скандала. Из-подвала. Постепенно. Постепенно. Постепенно, да, медленно. Вот это все, да, совершенно верно, значение этого устаревшего наречия «исподваль». Ну, я думаю, принимаем ответ, коллеги. Спасибо, молодцы. Аплодисменты. И у нас осталось еще одно слово, и 20 секунд на размышления. Время пошло. Время остекло. У нас слово «пенсне», возможно, это валюта какая-нибудь. Давайте сразу с ударением определимся. Пенсне. Пенсне. Вы точно знаете это слово, значение этого устаревшего. Песня? Нет, нет, нет. Ну, давайте, наверное, подсказку тогда, да? Лицо Бабичева обратилось ко мне одну десятую долю секунды, оно пребывало ко мне обращенным. Глаз не было. Были двер тут на сверкающей бляшке пенсне. Глаза маленькие. Очки. А вспомните, кто из русских писателей носил пенсне? И это попало на все его портреты практически. Чехов. Конечно, Антон Павлович. Как выглядят пенсне? Ну, подвесные, можно сказать. Ну, на что они надеваются? На уши. Да, ну, на уши. Нет, в том-то и дело, что нет. А пенсне? Они вот на перегородку носа, да? Да, совершенно верно. Они одеваются и держатся на переносице, да? И вот это французское слово пенсне обозначает вот такой особый тип очков, который сейчас уже почему-то никто не носит. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что теперь вы точно запомнили значение этого слова. Пожалуйста, команда школы номер 22. Какое слово было у вас? Компомка. И мы думаем, это шкатулка или коробочка, в которую можно что-либо положить. Хранить. Не совсем. Шкатулка. Не совсем. Подсказка берем? Положить можно, вы правы в этом. Давайте. Но неверно, что это так шкатулка. Это какое-то укромное место, может? Возможно. Но давайте возьмем подсказку. Не знаю, насколько она вам поможет, правда. Потому как котомка устроилась в углу, потому как оглядывал он комнату, как снимал телефонную трубку, как назвал номер, было видно. Он давний, он свой человек в доме. Может, это сундук какой-нибудь. Это не сундук, это сумка. Да. Это вид сумки. Да, какой? Давайте уточним. Ее не подвешивали на плечи, потому как она была большая. Вот как раз-таки наоборот. Это заплечный вещевой мешок на самом деле. Но вы правы в том, что, конечно, котомка – это вид сумки. И по контексту догадаться было довольно непросто. Молодцы. Молодцы. Аплодисменты вам. Итак, жюри готово подвести итог. Тут у нас было тут считать, тут не считать, поскольку там, где без подсказки, то полбала. А если с подсказкой, то четверть балла за правильный ответ. Поскольку вы в любом случае отвечали, то, естественно, баллы вы все получили. И в итоге, как это, быть может, не парадоксально, обе команды получают по полтора балла. Молодцы. В этом конкурсе победила дружба. Ну что ж, друзья, переходим к следующему конкурсу. Называется он «Ударник». Как мы знаем, ударение в русском языке непростое. Оно может падать на разные слоги, в отличие, например, от французского языка, где ударение постоянное и всегда падает на один и тот же слог. Сейчас мы предложим участникам команд по 10 слов. В них нужно расставить ударение и выясним, как же наши участники справятся с этим заданием ровно через одну минуту. И максимально в этом задании можно заработать один балл. Слова перед вами. Время пошло. Минута на размышления. Осталось 30 секунд. Осталось 5 секунд. Ну что ж, друзья, аплодисменты. Время истекло. Давайте послушаем ответы участников команд. Команда школы номер 22. Какие слова были у вас? Банты, отрочество, оклюш, сливовый, афера, латы, водопровод, локоть, каталог, сироты. Аплодисменты. А теперь послушаем комментарии наших экспертов. Три ошибки закралось в ваши слова. Первое – это отрочество. Второе – это коклюш. Да. Неожиданное, я так полагаю, ударение. И третье – ломоть. Я думаю, что теперь вы запомните на всю оставшуюся жизнь, как правильно ставить ударение в этих словах. Просто потому, что нет никакого алгоритма, по которому мы могли бы проверить ударение в русском языке. Мы можем только запомнить. Никак иначе. И естественно, что поскольку эти слова не часто встречаются вам, вы могли не знать верное ударение или слышать их не всем ударением, с которым оно зафиксировано в словаре. Теперь вы знаете, как правильно. Теперь знаете и вы запомнили. Пожалуйста, лицей номер 102. Торты – завидно, приданное, кухонный, гастрономия, включишь, дремота, закупорить, камбала, тошнота. Аплодисменты. Давайте послушаем экспертов. Ну что, молодцы. Одна ошибка закралась в ваши слова. Это слово «завидно». Ударение ставится именно таким образом. Все остальные слова абсолютно верно представлены ударением. Молодцы. Ну что ж, да, и сразу можно подвести итог. Команда школы номер 22 получает 0,7 балла. И команда лицея номер 102 получает 0,9 балла. Молодцы. Ну что ж, давайте немножко с вами пообщаемся. Вы за это время отдохнете. Анастасия, вы сказали, что любите читать и рисовать. Хочется сразу спросить, какая у вас любимая книга или любимый писатель, поэт? Ну, любимого писателя у меня нету. Может, это хорошо, может, это и плохо. Поэта тоже я всех одинаково люблю и уважаю. А любимая книга – это, наверное, «Майн Ридс. Один без головы». Замечательно. Аплодисменты вам. Екатерина. Танцы, пение. Что поете? Русские песни народные иногда бывают. Народные песни. Да, бывают такое. А в основном пою, что связано с военным временем, потому что военное время – это очень важное время, время перемен. И очень нужно отдавать дань тому времени и никогда его не забывать. Профессионально поете? Я так понимаю, что музыкальная школа за плечами? Нет. Нет, не было в этой школе. Просто нравится? Да, просто нравится. Душа поет? Замечательно. Аплодисменты вам. Дарья. Да. Рисование, немецкий язык, пение, учеба. Еще плюс на гитаре играю. Ой, на гитаре. Как вы все успеваете, расскажите. И что все-таки в приоритете? В приоритете, на самом деле, на первом месте, конечно же, учеба. Потому что вот гитара, пение, немецкий. Немецкий – это тоже учеба. Иногда. Учеба, она мне пригодится в жизни. А научиться играть на гитаре, там, попеть я смогу всегда. Для хорошего настроения, да? Замечательно. Аплодисменты вам. Нафисет. У вас такое интересное имя. Не знаю, хочется про имя у вас спросить. Адыгейское имя. Почему именно Нафисет? Ну, мой папа родом из Адыгее. И это адыгейское имя переводится как «несущая свет». Вот. И решили так назвать. Родители у вас… Очень красивое имя, да. И родители у вас врачи. И вы также хотите пойти по стопам родителей, поступить в медучилище, мединститут? В Ростгому. Прямо в Ростгому уже точно определилась. Каким врачом вы хотите стать? Ну, точно знаю, что хирургия, но какая точно пока не определилась. Замечательно. Аплодисменты вам. Антон, тренировки, учеба. Я так слышала, что все-таки это карате. Да. Карате. Почему получили травму? Ну, на тренировке рабочий момент произошел. Случайно. У вас часто такие рабочие моменты происходят? Частенько. Бывает, да? Да. А есть какая-то профилактика этих неприятных моментов? Лечение, здоровое питание и все очень быстро поправляется. Замечательно. А в вашей жизни, кроме тренировок, понятно, карате, школы, что-нибудь еще, может, вокал, танцы? Ну, замечательно. Только спорт и учеба. Вот так вот основательно и серьезно. Анастасия, испанский язык. Я так понимаю, что вы нам рассказали, вас вдохновил и воодушевил чемпионат мира, но почему все же испанский? Такая маленькая предыстория. Этим летом у нас был чемпионат мира, все это, конечно, знают, и я была волонтером. Был очень большой наплыв именно мексиканцев, и я поняла, что мне очень сами эти люди понравились, очень веселые. Я нашла с ними быстро язык. Общий язык. Общий язык. И мне стало интересно этим языком заняться, выучить его, но я не скажу, что я это часто, ну, что я часто им занимаюсь, школа, но в свободное время мне нравится изучение испанского. И продолжайте в том же духе. Аплодисменты вам. Ну что ж, я думаю, что вы немножечко отдохнули, но сейчас продолжаем. Дела серьезные, так скажем. Пятый конкурс. Пятый конкурс называется слитно, раздельно или дефис. В этом конкурсе участникам команд дается по пять слов, их нужно написать правильно. Учтите, что некоторые слова написаны с ошибками, умышленно. Правильно написанное слово принесет вам 0,2 балла, можете заработать максимально один балл в этом конкурсе. Слова перед вами, время пошло, минута на размышление. Слова перед вами, время пошло, минута на размышление. Слитно, раздельно, дефис называется конкурс. Это так интересно. Ну что ж, друзья, время истекло. Я заслушалась, правда, это очень интересно. Аплодисменты участникам команд. Давайте послушаем, наверное, вот сейчас команду 102-го лицея. Идика пишется через дефис, неужели пишется слитно, в заперти слитно, из-за пишется через дефис и негодование пишется слитно. Аплодисменты вам, послушаем, что нам скажут эксперты. Спасибо, что юные коллеги. Замечательное решение такой сложной задачи. Антон, а почему негодование пишется слитно? Все же это от глагола образованное, существительное. Образованное от глагола, но как бы годование, слово отдельно нет значения. И поэтому пишется негодование, то есть негодует. Ну давайте я прокомментирую таким образом. Вы замечательно играете, получаю колоссальное удовольствие от того, что я смотрю на то, как вы думаете, как вы размышляете. И как вы это озвучиваете, вот то, что на слово в попыхах, вот были даны потрясающее описательное толкование, очень быстро. И вот в духе Владимира Ивановича Даля, вот синонимический способ, в торопях, браво. Удачи вам и победы каждой команде. Аплодисменты. Команда школа номер 22. Какие слова были у вас? У нас были слова все-таки через дефис, через чурс, раздельно. Как будто тоже раздельно. Нет. Это вы через дефис. Нетрудно пишется раздельно. И ха-ха-ха пишется через дефис. Ха-ха-ха через дефис. Вам аплодисменты. А слушаем мы экспертов. Вы справились с заданием, но, к сожалению, у вас несколько было ошибок. Через чур наречия пишется слитно. С буквой «С», естественно. Как будто составной союз пишется раздельно. И нетрудно пишется слитно. Наречия с приставкой «не». Спасибо. Наталья Анатольевна, скажите, пожалуйста, часто делают ошибку в слове «как будто»? Вы знаете, это одно из слов, в котором действительно очень часто делают ошибки. Поэтому я думаю, что команде нужно просто запомнить, как это слово пишется. А вот с чем связано, это действительно феномен какой-то. Очевидно, путают с вот этими частями то-либо-небудь. И почему-то автоматически носители русского языка присоединяют туда и слово «будто». Хотя на самом деле это не так. И действительно, это слово нужно просто запомнить. Я думаю, что запомнили. Оно вызывает сложности у носителей. И это почему-то именно в последнее время так стало. Будем исправлять аплодисменты и подводим итог этого конкурса. Кира Михайловна. Итак, соответственно, у нас команда школы номер 22 получает 0,4 балла. И команда лицея номер 102 получает 1 балл. Аплодисменты, молодцы. Ну, друзья, сейчас самый интересный, самый творческий конкурс. Каждая команда получает по 10 слов. Мы выбрали слова из произведения Юрия Карловича Олеши. Слова начинаются на одну букву. Для первой команды слова на букву «Т». Для второй команды слова на букву «Н». Ваша задача составить небольшой рассказ с этими словами. Такой рассказ называется «Тафтограмма». Тафта – то же самое, грамма-буква. Например, Петр Петрович пошел погулять, поймал попугая, понес подавать. Просил полтину, получил половину. Четыре черненьких, чумазеньких чертенка вы тоже помните. Сейчас за этой трибуной останутся или капитаны, или останется тот участник, которого выберет капитан. Так, Анастасия и Анастасия. Пожалуйста, аплодисменты. Важно, что вы можете добавлять слова в свой рассказ, но они также должны начинаться на данную букву. И помните, это очень важно. Творческий подход, юмор и креатив, так скажем. Приветствуется в этом конкурсе. Слова перед вами на размышления две минуты. Время пошло. Творческий подход. Творческий подход. Осталась минута. Вижу, как переживает Нафисет за Анастасию. Нафисет, все будет хорошо, не переживайте. Осталось 30 секунд. 15 секунд. 5 секунд. Время истекло. Аплодисменты нашим Анастасиям. Анастасиям. Ну, кто из вас начнет? Право выбора. Я бы уступила, если честно. Анастасия. Лицей номер 102. Наташа нашла насекомое на ноге. Нища написала название номера. Настя намекала «На небо». Я думаю, что можно похвалить за то, что получились три отдельные тавтограммы, которые прямо можно использовать практически как скороговорки. Особенно надо в практику логопедам предложить для того, чтобы тренировать произнесение буквы «Н». Да, звука «Н». Да, звука «Н». Хорошо, спасибо. Хорошая идея, Анастасия. Аплодисменты. Пожалуйста, Анастасия. Школа номер 22. «Чеславный трус трапезничал». Можно употреблять предлоги? Да, да, конечно. «Трапезничал в траве, тараторе». Дальше. Ну, это все, что я успела придумать, если честно. Аплодисменты. Я думаю, что тоже неплохо получилось. «Чеславный трус трапезничал в траве, по-моему, прекрасно». По-моему, прекрасно. Поэтому давайте похвалим за это, да? Я «Чеславного труса» точно запомнила. А мы, соответственно, попросим время, чтобы подвести итог этого конкурса. Давайте подведем итог этого конкурса. Да, наш последний шестой конкурс завершен. Команде лицея 102, точнее, его представителю, мы присуждаем один балл за то, что почти все слова были использованы. И, собственно говоря, за то, что у нас вместо одной тавтограммы большой, да, получилось три самостоятельных маленьких. Поэтому это один балл. А участнику команды «Школы-22» мы решили присудить 0,7 баллов за то, что получилась оригинальная тавтограмма, такая, которая сразу ложится на слух, и вот даже Марина стала песню петь теперь у нас, вдохновившись. Но были использованы не все слова, да. Поэтому поздравляем, молодцы, это очень трудное задание, творческое, вы с ним хорошо справились. Молодцы, аплодисменты вам. Ну и, конечно же, подводим итог всей программы, Кира Михайловна. Подводим итог. Мы к концу нашей викторины пришли со следующими результатами. Команда «Школы-22» получает 4,7 балла. Аплодисменты. И команда «Лицея-102» получает 6,4 балла. Вы большие молодцы, ребята. Получайте удовольствие от всех конкурсов, олимпиад, викторин, вообще от всего, что вы делаете, в чем вы участвуете. Не важна победа в данном случае. Всегда важно участие, важен сам процесс. Вы большие молодцы. И то, как вы стремитесь, как вы мыслите, как вы говорите, это очень здорово. Очень приятно смотреть на вас, слушать вас. Дерзайте. Мы вас поздравляем. Вы достойно сражались. В нашей игре нет проигравших, потому что нас объединяет любовь к русскому языку. Мы вас поздравляем. Вручаем вам диплом, аплодисменты. Поздравляем. Аплодисменты. И благодарим наших экспертов. Спасибо вам большое. Без вас мы бы не справились. Ну что ж, друзья, если вы хотите писать сообщения в своих мессенджерах без ошибок и говорить грамотно, тогда смотрите программу «Грамотейка» и просвещайтесь вместе с нами. А если вы хотите, чтобы ваша команда приняла участие в программе, присылайте заявки на электронную почту, адрес которой вы сейчас видите на своих экранах. Учите русский язык и побольше читайте. Это была увлекательная, познавательная, развивающая игра «Грамотейка» и я, ее ведущая, Марина Орлова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса «Лусио». Субтитры подогнал «Симон»